Был ли я лучшим где-то? Никогда. Это не важно. Но я обеспечил свою семью и это главное. Я начал свою жизнь с толстым неудачником, а теперь меня знает весь мир. В 1997 году Эрик Эш был известен как Butterbean. Вышел на ринг против Эда Уайта, затянул чемпиона мира в супермаркете. Он победил в этом бою нокаутом и стал чемпионом мира. Несмотря на то, что это не самый престижный титул в мире бокса, достижение Эрика достойно огромного уважения. Добро пожаловать снова на канал на связи. Не забывайте ставить лайки, оставлять свои комментарии и подписываться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного моего выпуска, а также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. Не забывайте принять участие в розыгрыше 500 рублей среди моих подписчиков. Чтобы принять участие, нужно всего лишь поставить лайк и написать любой адекватный комментарий к этому видео. Итоги подведем через неделю в моем инстаграм и телеграм канале, а также в конце каждого выпуска. Сегодня я предлагаю вам посмотреть на несколько интереснейших моментов в карьере одного из самых ярких представителей мира единоборств. Эрика Баттербина Эша Баттербин никогда не был особо здоровым и спортивным парнем, но оказался настоящей находкой для мира спортивных единоборств. Он шокировал всех количеств нокаутов, которыми уложил соперников за всю свою карьеру. Но давайте начнем с самого начала. Эрик родился 3 августа 1966 года в Атланте, штат Джорджия. Его детство было очень непростым. В возрасте всего 8 лет он потерял мать. Мальчик был объектом постоянного буллинга и насмешек со стороны сверстников из-за его лишнего веса. Потеря мамы была катастрофической для моего сознания. В школе меня не пинал только ленивый. Мне всегда было непонятно, почему они издеваются надо мной. И я был нормальным позитивным парнем и никого не трогал. Но как и многих других бойцов, трудное детство и желание справиться со всеми трудностями привело Эрика в спортзал. В возрасте 18 лет у него и его девушке родился сын Брэндон. А через несколько лет еще один Калып. Семья росла и Эрику приходилось не устанно трудиться, чтобы ее обеспечить. Однажды на производстве, где Эрик работал, он узнал от коллег о местном любительском боксерском турнире. И посчитал это хорошей возможностью. С большим трудом и с помощью строжайшей диеты ему удалось вписаться в лимит по весу, который составил 181 килограмм. Турнир проводился в два этапа, и Эрик одержал победу, нокаутировав четверых противников за два дня соревнований. К тому моменту он осознал, что в его кулаках скрывается шанс стать чемпионом. Я боялся их до чертиков, а они боялись меня. Точнее, того, как я выгляжу. На меня одели перчатки и всю защиту. Я вышел, поднял его голову левой рукой и ударил правой. Удар не был сильным, но парень упал. Ему дали нюхательной соли, чтобы он пришел в себя. И в тот день я понял, что в моих руках есть мощь. С верой в свои способности, Эш продолжил свой триумф. И победил еще в четырех турнирах в 1990 году. Серия его побед привлекла внимание менеджера. Его заметил Арт Дор, известный своей работой с бывшим чемпионом мира Мюррием Сазерлендом. Дор и Сазерленд взяли Эрика под свое крыло и стали тренировать его, чтобы превратить в отличного боксера. На любительском ринге Эрик одержал 56 побед, 36 из них нокаута. При этом потерпев всего пять поражений. Но существовала одна большая проблема. Эш, получивший прозвище Баттербин, быстро уставал. И его огромная масса требовала невероятно больших энергетических затрат. Посовещавшись с Арт Дором, было принято решение, что его поединки не должны длиться более шести раундов. Баттербин дебютировал на профессиональном ринге 15 октября 1994 года. Популярность резко настигла меня. Мой второй бой показывали по национальному каналу. Это было круто. Даже Майка Тайсона показывали по телевизору лишь в пятом или в шестом бою. Все глазели на меня, как на слона в зоопарке. Мне было ужасно страшно от этих камер, и я очень устал. Второй и третий профессиональные поединки, как и было решено, состоялись в формате шести раундов. Он победил в обоих. Но после третьего боя едва не потерял сознание от истощения нехватки дыхания. И Арт Дор принимает решение, что четырех раундов будет вполне достаточно. Батыр Бина прозвали королем четырех раундовых боев, так как большинство бойцов были не в состоянии выстоять в поединке против такого гиганта. Чаще всего его соперниками были новички или бойцы клубного уровня. Но все же было несколько поединков против гораздо более серьезных боксеров, среди которых и Ларри Холмс. Независимо от его физических данных и веса, Эрик обладал настоящим талантом с легкостью привлекать внимание зрителей. За свою профессиональную карьеру Эрик провел 91 бой, среди которых 77 побед, из них 58 нокаутом. И это просто нереально показать их все в одном выпуске. Поэтому давайте с вами посмотрим на несколько лучших и самых жестких из них. А если захотите, то позже я подготовлю для вас видео о достижениях Эрика в сумо, ММА и кикбоксинге. Пишите в комментариях, будет ли вам это интересно. Луисвель, США, 1995 год. Эрик Баттербин Эш против Дага Норриса. Возможно, в следующий раз я пойду на второй титульный бой. Тайсон говорит, что хочет объединить все пояса. Если ты победишь в воскресенье, это сделает возможной твою встречу в ринге с Тайсоном. Если он захочет завоевать все пояса, то он должен будет побить тебя. Да, ему придется завоевать и этот. Но это в том случае, если он получит и другие пояса по версиям WBC. Верно. Остальные пояса. Окей, тогда удачи тебе в этих выходных. В 1995 году Баттербин дрался с атлетичным Дагом Норрисом, которого он уже ранее побеждал и имел намерение повторить это еще раз. Лас-Вегас, США. 1995 год. Эрик Баттербин Эш против Пола Спрингера. Месяц спустя Баттербин встретился в ринге с Полом Спрингером. Своим двойником, который был физически более развит. Индио, США. 1995 год. Эрик Баттербин Эш против Луиса Монако. Некоторое время спустя Эрик решил испытать силу бодибилдера Луиса Монако, для которого это был всего лишь второй бой в профессиональной лиге. Машан Такет, США. 1998 год. Эрик Баттербин Эш против Билли Иттона. В марте 1998 года Баттербин добился проведения реванша с ковбоем Билли Иттоном. Их первый бой состоялся шестью месяцами ранее и закончился первой в карьере Эрика ничьей. Эрик Баттербин Эрик Баттербин Эрик Баттербин Эрик Баттербин Эш против Джорджа Линбергера. В 2000 году Баттербин встретился с одним из самых сложных противников, схватки с которым ему доводилось защищать титул. С Джорджем Линбергером по кличке Терминатор. Филадельфия, США. 1999 год. Эрик Баттербин Эш против Барта Гана. И напоследок давайте вернемся в 1999 год, чтобы вспомнить о поединке между Баттербином и Бартом Ганом. Можно сказать, что Федерация спортивной борьбы организовала новый вид легального турнира, в котором бойцы дрались по-настоящему в полную силу, не боясь навредить противнику. До этого момента победа в турнире была на счету Барта Гана. Но организаторы решили поставить своего чемпиона против Баттербина. Федерация спортивная борьба Эрику понадобилось всего лишь 35 секунд, чтобы нокаутировать Барта. Таким образом, Баттербин еще раз доказал, что несмотря на внешность и вес, он был боксером с невероятной мощью в руках и отличной подвижностью. Был ли я лучшим в чем-то? Никогда. Это не важно. Но я обеспечил свою семью. И это главное. Я начал свою жизнь с толстым неудачником, а теперь меня знает весь мир. И на этой ноте, друзья, если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и оставлять свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать ни одного выпуска. Берегите себя. Скоро увидимся. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Итак, пришла пора определиться с победителем прошлого выпуска. Итак, среди всех, кто оставил в прошлый раз адекватный комментарий под видео, случайным образом выбираем победителя. И им становится Коля Бакитханович. Мои поздравления, Николай. 500 рублей твои. Остальным желаю удачи в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok